Физкульт, привет! Вы на канале Бодимания. Мы продолжаем серию роликов со спортсменами, которые будут участвовать на турнире Олимпия Москва, который пройдет с 28 по 30 ноября в центре международной торговли. Сегодня у нас разработки. Двухкратный чемпион Европы, вице-чемпион мира, вице-чемпион Арнольд Классик по бодибилдингу Игорь Лосев. Игорь, здравствуй. Привет. Игорь, хотел спросить, у тебя в этом сезоне был один по которому, Москва. Да. Но у тебя еще будет чемпионат мира и Олимпия. Да, чемпионат мира и любительская Олимпия в Москве. Как бы ты оценил свою форму в этом сезоне? Ты знаешь, в принципе я не планировал даже выходить на Москву, потому что перерыв между Москвой и даже чемпионатом мира 5 недель, а до Олимпии там еще 2 недели. Ну, как-то так вроде бы пошло, вышел и более-менее, но я удовлетворен той формы, которая была. Относительно того, что она была за 5 недель до основного старта. Я так думаю, в России ты у нас в категории 80 один из сильнейших спортсменов в бодибилдинге. Какие ставишь задачи на чемпионат мира, на Олимпию? Да там трудно ставить какие-либо задачи, тем более, ну, конечно, всегда хочется выиграть. У меня два раза я второй на мире был. И единственное, это мир, то, что мне не удавалось выиграть. Хочется выиграть всегда, но там настолько все всегда бывает по-разному и всегда сложно. Все зависит от страны, где проходит. Ближе к Европе, ближе к России полегче, ближе к Арабам, туда, в Африку тяжелее. Имеется тут предвзятое судейство именно к россиянам или по-разному судят? Кто-то отдает пропорциям, кто-то сухости? Нет, судят одинаково. Судьи одни и те же, в принципе, но именно почему-то зависит от того, где проходит турнир. То есть идет лоббирование интересов и все-таки ближе к арабским странам, когда проходит, там сложнее. Это предпочтение отдают арабам? Да, для европейцев. Ну, они тоже очень сильные, вернее, они одни из сильнейших, сильнейшая сборная, в принципе. Там арабский Египет, там марокканцы сильные, много сильных, арабы очень сильные. Но чем к ним ближе, тем сложнее турниры. Олимпия будет в Москве, я так понимаю, что дома и стены помогают. Я надеюсь. Все хорошо. Я надеюсь. То есть такой большой, значимый турнир и проходит у нас дома, конечно, очень надеюсь на хорошее выступление. Что ты сегодня планировал тренировать? Ну, вообще у меня по плану ноги, поэтому я так уже сильно особо их не качаю, потому что уже просто на этой диете, и я уже так немножечко себя пережигаю. То есть уже не такие есть тренировки, но попробую сделать ноги так. Не очень тяжело, но... Начнем? Да, начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, сейчас как бы вот диета в самой такой, в своей пиковой фазе, да? И немножко тяжело на 100% качаться и выжимать большие веса. Хотя, в принципе, когда хорошо себя чувствуешь, мышцы позволяют. Но уже стараешься веса делать поменьше и больше на проработку работать. То есть больше выжигать уже мышцы на глубину. Стараться больше детализировать квадрицепс и бицепс бедра. Вот. Как-то так. Ну, поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Месяца за два. Вот. Приходится два раза тренироваться. Соответственно, вот я не знаю, как другие, там, спортсмены, кому приходится тренировать, работать. Я фактически... Мне, конечно, стыдно это говорить, но получается так, что я работаю просто... Ну, работаю лежа в кровати, можно сказать, с ноутбуком. Вот. То есть... С утра проснулся, съел аминокислот или какой-то легкий завтрак белковый, неважно. Пошел на аэробику, сделал аэробную тренировку, пришел домой и все. То есть, если это, там, 50-60 грамм углеводов, то это вот просто... Вот я в состоянии просто лежать до следующей тренировки. Конечно, мне неудобно это говорить. Вот. Другие люди работают, ходят, тренируют, проводят персоналки. Ну, раз попросили, то у меня так. Потом собираюсь как-то с силами, иду вечером на силовую тренировку, там уже закидываюсь всякими энергетиками. И... Ну, как-то проходит, опять же, эта тренировка. Вот. И все, дальше ванна, отдыхать и пытаться уснуть. Вот сейчас уснуть вообще практически не могу. Вот сейчас засыпаю, не знаю, где-то под утро, часов в 5, наверное, и вот до 12. Почему уснуть не могу, не знаю тоже. Хотя тренировка заканчивается в 11, но вот бессонница. То есть, ну, вот так. Как бы нелегко. И каждая подготовка всегда по-разному. Ну, то есть, бывает... Бывает так, а бывает попроще. Вот. Каждая подготовка имеет свои нюансы. Жизнь на грани. Ну, да. Может быть, возраст уже. Все-таки я не молодой уже спортсмен. Сорок два года. Ну, факторов много. Факторов и фармакологических разных, там, и поддержка, и что-то где-то не угадал, и уже вот с чем-то начинаются проблемы. То есть, это вот эти моменты, все главное отслеживать. И, кстати, с опытом вот это приходит. Когда, например, у тебя есть тренер, он не знает фактически, он тебе там сказал, есть то-то-то-то-то, вот. А на самом деле не знает, что с тобой происходит, потому что человек не может ему передать, что он чувствует. А здесь ты сам на ощущениях чувствуешь, уже знаешь, что вот от, наверное, у меня вот от этого там что-то вот здесь не так. И ты меняешь. То есть, надо где-то вот уметь уже так прислушиваться к организму. Вот 28 ноября основной мой старт любительской олимпии в Москве в экспо-центре. Вот я хочу всех любителей спорта нашего пригласить. Приедут профессионалы. И самый на сегодняшний день действующий, титулованный, четырехкратный, по-моему, если не ошибаюсь, мистер Олимпийс Фил Хитт, вот, приедет и будет опять же пропагандировать наш спорт. Приходите, посмотрите на настоящего профи вживую. Игорь, как так получилось? Ты уже двукратный чемпион Европы, два раза вице-чемпион мира. Но Москву-то в этом году выиграл первый раз. Да, вот это приятное событие для меня тоже. Ну, так довелось, что я начал после перехода из Федерации ВАББа в 2003 году. Я с 2003 года выступаю в АФББ. В частности, я начал с Москвы, с области. Ну, и все время вот так было, что я пересекался либо с очень сильными спортсменами, там, изначально два сезона с Ильей Горошко мы там бодались, первый, второй, там, вот, он у меня выигрывал. Потом с Тагиром Фахрудиновым, царство ему небесное. То есть, все время так получалось. Либо потом у меня уже начались какие-то, ну, условно говоря, понты, там, не понты, но, как сказать, я уже смотрел всегда вперед, да, когда у меня уже были титулы, да. Да, Москву еще не выиграл, но всегда смотрел вперед и готовился к чемпионату мира. Москва была раньше, и я немного не доводился. То есть, экспериментировал там с гримом, с формой, с какой-то подводкой. Вот, мне этого судьи не прощали, то есть, никогда. Здесь так вышло, что, не знаю, я довольно-таки рано начал набирать форму, вот. Ну, и, честно говоря, не думал вообще, что вообще выйду на Москву, да, но вижу, что вроде бы форма идеальная. Идет, такая удовлетворительная, думаю, ну, дай попробую, все-таки сильно сливаться не буду, так-сяк, ну, все-таки еще до основных стартов было, там, и есть, да, много времени. Но вот вышел, вот получилось, то есть, этому очень рад, как бы, приятно, первый раз в Москву выиграть. Кстати, про судейство. Очень часто бывает спортсменам стоят авансом, как считаешь? На данных соревнованиях надо учить по факту или можно постоять авансом, имея в виду, что человек готовит? Вот, ты знаешь, отличный вопрос, да, я бы, да, порассуждал бы тоже на эту тему. Меня никогда авансом не ставили. Вот, вот, никогда. Ко мне всегда было судейство жесткое, то есть, как по форме, какой вышел, такой получил. Что сейчас и зачастую, да, но я не хочу ничего говорить, я сам сужу Москву, и судил Москву, и я не хочу, ну, просто, ну, такое бывает. Есть некоторая категория спортсменов, которым дают эти авансы. Я не знаю, но мне кажется, для самого спортсмена это, ну, не во благо. Расслабляет. Ну, да, то есть, он потом не знает, не знает, как ему, там, улучшаться, не улучшаться, там, потом, где он будет выступать. То есть, ну, я считаю, это неправильно. У нас есть традиционный уже БЛИЦ-опрос, пять вопросов. В чем сила? Сила? Наверное, в упорстве. Игорь, а что тебя мотивирует двигаться вперед? Уже не могу не тренироваться, да, пока еще не могу не выступать. И мотивирует, конечно, еще не занятые какие-то рубежи, то есть, у меня вот рубеж чемпионат мира. Вот, и, конечно, хочется его выиграть, вот, и вот это основная мотивация. Не было бы каких-то вот таких мотиваций, я бы уже, наверное, завязал. Ну, надеюсь, в этом году выиграешь, и что, мотивация пропадает? Я не загадываю, не выиграть очень тяжело, вот, это просто даже можно быть лучшим и не выиграть. Это было, и зачастую на мире это наблюдаю. Вот, ну, ну, не знаю. Я в профи не планировал, не планирую. Не знаю, по ветеранам тоже как-то мне неинтересно. Я выступил в прошлом сезоне, съездил на мир, стал вторым. Вот, как-то тоже немножко это не мое. Что будет? Ну, не знаю, будет ли это мотивацией, возможно, там, если будет скучно, то посмотрим. А какими качествами должен обладать чемпион? Наверное, при любых обстоятельствах не отступать от вот этой цели, да? Вот, чтобы во время там не случилось, если это, конечно, не угроза здоровью, да? Вот, просто вот не на шаг не отступать, а всегда вот идти, идти вперед, вперед, вперед. Даже если ты спотнулся, вставать, идти дальше. Что для тебя главное в жизни? Главное – здоровье. Будет здоровье, если ты на меня приложишься. Да, вот я так сделал вывод, что по жизни главное – здоровье. То есть здоровье и основные ценности, то есть вот как у всех людей. Но вот здоровье – это вот основа, это база всего. Без здоровья ничего не будет. Приглашаю всех на турнир, надеюсь показать достойную форму, надеюсь на хорошую конкуренцию. И спасибо вам, что смотивировали меня на такой жесткой диете покачать ноги. Это очень полезно для меня, потому что самому сейчас просто заниматься в лом. Будем болеть за тебя, Игорь. Спасибо, спасибо, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok